Они знают где покупать. Сеть комиссионных магазинов Титан для всех и каждых. В эфире проект Место происшествия и мы продолжаем. В Кирове осудили 31-летнего наркомана из Чепецка за попытку купить запрещенные вещества в крупном размере через тайник. Мужчину поймали за этим занятием в июле прошлого года в Слободе Большое Скопино. Но все подробности в рубрике «Сводка». Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело 31-летнего жителя Чепецка. Мужчину признали виновным в попытке купить наркотики в крупном размере. Дело было в июле прошлого года. Чепецкий наркоман сначала договорился в интернете, а потом попытался через тайник купить в Слободе Большое Скопино синтетику. Мужчину задержали сотрудники полиции в тот момент, когда он искал пакетики. Ранее он уже привлекался за кражу и незаконный оборот наркотиков. Суд признал Чепчанина виновным. С учетом предыдущих судимостей назначил окончательное наказание в виде двух лет трех месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. В Нововятске на улице Орджоникидзе произошел пожар в двухэтажном доме. В здании никто не проживает, жильцы расселены. По словам местных жителей, этот дом горит уже не первый раз. Это видно и по обгоревшим окнам. Причины пожара выясняются. Аварийные деревья уценили автомобили во дворах Кирова. Сильный ветер повалил тополя в разных частях города. На улице Молодой Гвардии дерево рухнуло на припаркованную рядом Киарио. Такая же ситуация произошла на Октябрьском проспекте. Дерево сломалось и упало на машину. Авпобедилово с павильона остановки общественного транспорта сорвало крышу. По словам очевидцев, она едва не придавила стоящих в ожидании автобуса людей. Причем крышу на остановке меняли прошлой осенью после жалоб, что она протекает. В Кирове разыскивают без вести пропавшего пенсионера. Полицейские устанавливают местонахождение 68-летнего Владимира Векшина. Если вам что-либо известно о разыскиваемом, сообщите в полицию по телефону на экране. Алина Котрихова, Место происшествия.